Шкала дебильности Микрофон здравого смысла в нашем караоке Чтобы узнать, кто же, кто же, и зачем, и почему Зачастую такие песни, они просто вот как-то не усваиваются с первого раза Поэтому мы стараемся разобрать детально, о чем же хотел сказать автор Итак, сегодня у нас Луиза Валентойч Которая сама предложила нам свою песню в группе Интерволны Она поклонница нашей рубрики? Видимо, да Которая, в общем-то, и писала мне ВКонтакте В личку Передавала приветы Фото присылала? Присылала, да Конечно, мне лично не присылала У нее на страничке еще много фотографий С усами даже есть Но вообще вроде усов у нее нет, но она тут их просто приклеивала Девушка живет в Таллине И у нее проект, который называется Лиз Проджект Оригинально Лиз Проджект Нормальное название, хорошее Эстония Но поет по-русски, говорит по-русски, я так полагаю, что и Луиза, еще и Валентович Но как-то тут совсем ничего эстонского нет Только место жительства? Да, пожалуй Ну что, будем слушать? Давайте попробуем Уберите, пожалуйста, детей от приемников Беременных Пристегнитесь Да, если вы за рулем обязательно Если вы еще не успели пристегнуться Потому что мы выпускаем Кракена Выпускайте Кракена Очень даже безобидное начало Вполне Для девочек Да Немного пианино навязчивое Но вроде Ну, да Ну Сейчас дальше послушаем Там с вокалом Будет гораздо круче Миллионы мыслей Кругом голова Без тебя так долго Я сошла С ума С кем же ты Мой милый Телефон Молчит С кем же ты Сейчас так близко Где же ты Ну, вот такой типичный Девичий текст Миллионы мыслей Ну Хорошо, что не пару тысяч У нас же там постоянно процессы В голове происходит И должны, в принципе, им произойти Да, должны происходить Кругом голова Без тебя так долго Я сошла с ума Ну, вполне, по-моему, про девочек Песня Мне тоже кажется Про девочек и для девочек Ну, конечно То есть, если у женщины долго нет мужчины То она Или если он просто вышел за хлебом Она уже начинает думать Мысли какие-то Вот-вот уже сходит с ума Вот уже и сошла с ума Да, он там с батонами, наверное Батоны Булки трогает чужие Конечно С кем же ты, говорит, мой милый Телефон молчит То есть, он вышел Но не звонит почему-то С кем же ты сейчас так близко Где же ты А вот теперь Почему мы сказали убрать Детей Там и прочее Дело в том, что Очень въедливая мелодия Раскрою карту Мы с Пашей-то послушали уже Утром эту песню И Паш уже напевал под нос Уже инфицирован Да, то есть, это такой Я бы сказал хит Итак, припев И же ты Вечно занят, занят, но не мной Да, я знаю, ты сейчас другой Да, я знаю, ты уже не мой Вечно занят, занят, но не мной Песня про очередь занятого человека Да И вечно занят Вот он на дрыв Занят, занят Какой-то флешбэк, камбэк какой-то в 80-е Да, да, да Это, знаешь, такая молодая Татьяна Овсиенко Которую напоили на корпоративе Которая уже вышла со двора Она даже о дворах там все пела И она хочет быть похожа на Гулькину еще Да, да, вот точно Вечно занят, занят, но не мной Да, я знаю Ты сейчас другой Да, я знаю Ты уже не мой Вечно занят, занят, но не мной Слушайте, ну это хотя бы девушка поет Потому что, как показывает практика У нас в шкале дебильности Частенько появляются молодые люди С подобными текстами Так, так, так Уже пошло защитное слово В адрес Луизы Конечно Так я же напеваю уже Уже фанат Занят, но не мной Отлично, да Хорошо А что, хорошая песня Слушайте, ну я вам могу сказать Вот я тут почитал про Лиз Проджекта С 2008 года Девушка, между прочим, ведет свой проект Да Солистка группы Она, между прочим, работала с российской группой Эффект Вы знаете эту группу? Нет Я тоже нет, но она с ней работала Это Эффект С ними были записаны песни Вот, обратите внимание на название Нам лучше расстаться Ты ушел Ночь с тобой Обжигающие слезы То есть у нее все про расставание То есть, ну, возможно, какая-то травма Как-то в хронологию-то надо было Ночь с тобой Нам лучше расстаться Ты ушел из слезы Ну, вы понимаете, да Что, конечно же Как там говорил Классик Что автор в своих произведениях До известной степени изображает самого себя Конечно Соответственно, Луиза Вот, мы понимаем вашу боль Мы очень понимаем вашу боль Но не то, чтобы понимаем Ну, не, ну, мы же тоже расставались Да, ну, правда, мы не встречались с занятыми мужчинами И с незанятыми тоже не встречались И не собирались Как-то преимущественно Да, с женщинами все-таки Давайте второй куплет, наверное, послушаем Вот немножко еще припев Но не мной Да, я знаю, ты сейчас другой Можно подбивать, кстати У нас же караоке сегодня тема Да, я знаю, ты уже не мой Вечно занят, занят Но не мной Красивый проигрыш Это можно, по-моему, вместо гудков в трубку вот эту вот поставить А что, да, нормально? Да Но не мной То есть ждешь, пока тебе ответят А там вечно занят, занят А тебе и не отвечают Да Ну, как-то длинноватый какой-то проигрыш Я не понял, это место для слез Здесь нужно плакать Или для энергичных танцев Здесь только энергичное соло Танцевальное на корпоративе Итак, куплет номер два Миллионы правил Верни путь один Все тебе оставить Обо всем забыть С кем сейчас, сейчас нужен абонент сидит? С кем же ты сейчас, мой мир? Где же ты? Где же ты? И, ну, вот тут надо было сразу вот 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 Вечно занят, занят, но не мной А как бы Серов бы это пел? Вечно занят, занят, но не мной Слушайте, ну, веселая сегодня шкала дневности, по-моему Лиз Проджект нас просто порадовала сегодня Заставила улыбаться Молодец какая Вот не зря ведь песню записала Слушайте, ну, все-таки, мне кажется, она рассчитывала на слезы Ну, да А в итоге получила смех Да Мужской И что там, следующий трек Какой у них? Пока нам пора прощаться А, между прочим, хотите, я сейчас удивлю Да У нее в статусе-то Слушаем новую песню Нашла тебя Опа Опа Хейтеры, шах и мат Вот так Где? О, где? Вот это страшно было, кстати Где я тебя найду? Это саундтрек-фильм ужасов Да, я найду тебя Слушайте, ну, тут все понятно Да, миллионы правил, верный путь один Все тебе оставить, обо всем забыть Смотрите, какая она щедрая Она ему оставляет квартиру, машину Конечно Гараж, в конце концов Ну, это его были все вещи, конечно Ну, может быть, да С кем ты сейчас, ты нежен, абонент сети С кем же ты сейчас, мой милый, где же ты? Но, знаете, что меня смутило? Дело в том, что в тексте у нее указан копирайт Факундо Я не знаю, может, это ее псевдоним еще один Она пишет, как автор Факундо Какой-то странный очень псевдоним Факундо Кубинский какой-то Да, ну, причем с английскими корнями А, с английского слов Может быть, он специально для нее написал текст? То есть у них содружество какое-то? Может быть Ну, в общем Творческое объединение Сегодня, кстати, международный день девочек Достаточно простой текст Международный день девочек, в общем-то Почему бы и нет? Тройку? Наверное, кому-то и зайдет Да, наверное, даже и не четверку, а тройку поставим Луиза, ну, мы вам желаем творческих успехов Присылайте нам еще свои песни, мы посмеемся Такой интересный, как раз вот Вроде и порадовала песня нас С точки зрения вот шкалы дебильности, да? Но, с другой стороны, и баллов-то немного набрала Да, каприпев-то какой-то Вечно занят, занят, но не мной Да, я знаю, ты сейчас другой Да, молодец, да, молодец Вот редкое исключение, когда вроде бал невысокий Мы должны бы расстроиться, да? Ну, что это такое запрещение? Нет, мы довольны Ну, нет, если вот мы-то дифирамбы тут поем Ложку дегтя, ну, все равно это какая-то из 90-х, 80-х песни получилась Хочется же чего-то более современного Да, Луиза, давайте что-нибудь посовременнее и уже присылайте нам Может быть, вот песня «Нашла тебя» будет лучше А, кстати, за песней «Нашла тебя» надеемся, что не будет «Я тебя потеряла» Да, никаких расставаний, но там что-то все плохо Все плохо, да Наконец-то мы надеемся, что вы перейдете в позитивное русло В общем, спасибо вам, Луиза Это была рубрика «Шкала дебильности» Ну, в следующий вторник, возможно, снова услышимся Или через вторник «Шкала дебильности»